Сегодня прекрасный день, солнечный, хоть и ноябрь в Италии. Сегодня у нас программа посетить два места. Да, сейчас машина меня уже ждет. Скорее всего, мы заедем в антикварный магазин, в котором уже не были некоторое время. И, наверное, заедем в Макдональдс. Я вообще не люблю посещать такие места, но иногда мы травим себя такой ерундой. Хотя бы один раз в месяц или в два. Оставайтесь со мной, будет интересно. Немного поснимаю дорогу. Вот такая у нас осень золотая. Некоторые деревья желтые. Хотя в России и в других странах постсоветского пространства уже в сентябре такие деревья такого цвета. В Италии я бы сказала, что лето увеличивается на два месяца. То есть захватывает май и захватывает сентябрь. То есть осень начинается позже по срокам. Поэтому урезается зима. Она примерно два месяца идет. Один из них самый холодный, скорее всего, январь. И то может быть две-три недели. И продолжительность весны увеличивается. Поскольку деревья некоторые уже начинают расцветать в феврале. Которые ушли в спячку где-то сентябрь-октябрь. Ну, сейчас отключаюсь. День прекрасный. Ой, такое яркое солнце. Очень неудобно снимать. В общем так. Мы сейчас поставили машину возле Макдональдса. Видно кому-то. Сюда мы планируем, когда проголодаемся. Если проголодаемся, то мы туда зайдем. А пока мы идем прогуляться пешком в сторону антикварного магазина, который тут поблизости. Большой, очень большой магазин. Я бы даже сказала, огромный. Не всегда там можно что-то найти интересное. Потому что я уже в одном из своих видео говорила, что туда сдают вещи итальянцы. Возможно, со свалки люди находят их, вычищают и продают. Поэтому нужно приглядываться, нужно смотреть то, что вы берете, то, что вы покупаете. В принципе, недорого. Можно найти даже очень приличные вещицы, которые в хорошем состоянии. Сегодня я во всем розовом. Розовый шарфик, розовая кофточка и розовые штанишки. Ну, кроссовочки, они не розовые, они серенькие. Так, ну вот мы подошли к антикварному магазину. Называется Тутто, Дитутто, Гранди Мерката Делли Юзато. Большой рынок. Все для всех. Так, ну если мне запретят снимать, я отключусь. Так, это у входа здесь. Обалденные статуи. Вот. Ух ты, пантера. Какая красавица. А скал какой, а? Обалдеть. Обалдеть. Так, не видно. 180 евро написано. Вот. Плохо видно, отсвечивает. Так, буду говорить цены. Если не будет видно, буду озвучивать. Так, тут буддистская тематика. Кресло для королев. Так, ну это все прошлый век. Какой чайничек. 9 евро. Антиквариат. Ангелочки золотые. Аллигатор. 120 евро. Ну вообще ценники здесь меняются. Здесь надо захаживать время от времени. Поскольку, если долго что-то не продается, естественно, они ценники переклеивают. зеркало. Обалденное. Ну вот, этот петух уже давно тут стоит. Петушок. Реклама Макдональдса. Так, куклы. Книги. Ну, буду постепенно все показывать. Ищите. И вы найдете, что вам надо. Ух ты! Какая лампа. Если свой частный дом иметь, я бы такое хотела бы и не одно. Эвклид. Чай ободранный. Так. Перехожу сюда. Ну, здесь тоже прошлый век. Здесь всякая посуда. Хрусталь. Так. Какое-то украшение. Украшение. Так. Ну, останавливаться у каждой вещицы я так не буду подробно. А то это займет огромное количество времени и... Огромное видео. Объемное получится. Которое будет очень трудно загружаться на YouTube. Так. Люстры. Ну, пока молчат. Никто ничего не запрещает снимать. Значит, съемку продолжаю. Вот какие тут шкафы старинные. Божечки, а! Вы гляньте, а! 780 евро. Опаньки! Опаньки! Задвижка. Как в замке. 780 евро всего. Вот такой шкаф. Так. На нем что-то ценника нету. Так. Ну, посуда это... Я не скажу, что это 19 век. Это 20-й. Так. Так. Вот такие тут шкафчики для офиса, для своего кабинета, скорее всего. Кто-то использовал. Так. Вот так. Очень интересно. Так. Ну, я пока отключаюсь. Продолжу съемку немножко попозже. Вот какие тут люстры. Но многие из них надо реставрировать. Ух ты! Вот какие новенькое что-то появилось. Да, да, да. Они там съедены немножко. Их надо и почищать, и реставрировать, и антикоррозийным покрытием покрывать. Так что... Вот это уже стоит давно. Ну, кто такой купит? Мумия. Гробик, если... Египетский. Так. Ну, все. Вот первая вещица, которая меня привлекла. Но это не серебро. Я думаю, что это посеребряная вещица. 3 евро 33 цента. Это, я думаю, что это солонка. Вот так тележка едет. И туда сыпется соль. Так, еще вот такая. Ну, тут поломка на ней. Нет-нет, я ломаная не беру. Пересматриваю каждую вещь. Конечно, есть, которые требуют реставрации. Но только то, что доступно в моих руках. То есть я непрофессионально этим занимаюсь. Но вещи обязательно стараюсь почистить. Не только энергетически, но также и... Если у меня есть материал, то я ее почищу и сама. Специально. Тут ничего интересного. Вот. Вообще. Огромное количество. Так, это посуда. Вот 8 евро. Супница. Вот такая супница. Так, ну это нам неинтересно. Сейчас мы переключаемся на мелкие вещицы. В общем, отключаюсь. Я в поиске. Поэтому мне неудобно держать и камеру, и рассматривать все. Вот на такую тарелочку я напала. Это сусальное золото. Так. 2 евро 22 цента. Форма напоминает мандалу. Вот. Я подумаю, взять ее или нет. Поскольку рисунок... Я не знаю. Ручная это работа. Вообще криво нанесено. Вряд ли это печать. Скорее всего. Скорее всего, это печать. Но все равно вещица за 2 евро. Так, тут была наклейка. Вот они иногда вещи даже сами портят. Кто здесь работает. Ну, это все отмывается. Это стиковый клей. Поэтому аккуратненько можно это смыть. Посмотрите, какая вещица в виде ангела. 24 евро. Латунь тоже. Так. Вот еще. Но тут чего-то не хватает. Что-то разбили. И подсвечник какой. Ну, ее тоже надо чистить. Так, 11 евро. В общем, они, смотрите, как цены делают. 3-3-3. 6-6-6. 6 евро 66 центов. 3 евро 33 цента. Ну, где-то округленные суммы на крупные вещи. Так. Гномик. Ну, сундучки такие можно купить и в китайском магазине, похоже. Вот такое лампу присмотрела. Там, где висит у меня саламандра. Ну, она лопнутая. Дерево вот тут вот. Вот. Поэтому однозначно я такое не беру. Сколько что-то интересных вещей. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok